Я Ганичев Сергей, я работаю коммерческим директором компании WNET, мне 49 лет. Мои основные ценности это развитие и успех. Наибольшее выражение этих ценностей это я достигаю в своей работе. У меня нет универсального рецепта, но мне кажется, что если работа или дело, которым ты занимаешься, тебе нравится, тебе осталось просто много работать и все получится. Для меня такой сферой стала сфера телекома, вернее сфера интернета даже. Это был далекий 92-й год. Я был одним из тех двух человек, который в Николаеве начинал интернет. И меня тогда настолько поразило, что можно отправить электронное письмо в Соединенные Штаты Америки и получить ответ через полчаса, что я понял, что это будет та сфера деятельности, которой я отдам всю свою жизнь. Моя история успеха – это моя работа. Я люблю людей, с которыми я работаю, я люблю дело, которым я занимаюсь. Я люблю клиентов, я люблю партнеров. Я люблю развитие, я люблю видеть, как мои усилия приносят какие-то результаты. Это очень важно, потому что тогда ты понимаешь, что ты можешь что-то изменить. Это была очень простая ситуация с точки зрения выбора. У меня была простая мотивация. Компания в 2012 году вошла в стадию бурного развития, и вопрос, учиться или нет, уже вообще не стоял. То есть знания были необходимы, необходимы как воздух. Был просто вопрос, а где именно учиться? Ну и в результате выбора это стал КНЕО. Почему КНЕО? Не совсем банальная история. В 2009 году моя жена закончила как раз факультет МБИ в КНЕО, поэтому я был в курсе, как это происходит, и выступал не только в роли болельщика, но и в роли консультанта. На момент принятия решения в 2012 году, когда я поступал, соотношение цена-качество было оптимальным. И я принял решение, подал документы и поступил. И ни капельки не жалею, и вообще никак не разочарован. Хочу сказать огромное спасибо преподавателям и университету за то прекрасное время, которое я провел в его стенах. Я относился к своей учебе как к проекту, который необходимо завершить в срок. Проект должен быть успешен. Ну и как у любого проекта, у него всегда бывает такой промежуток, который называется «Долина смерти». У меня «Долина смерти» возникла в январе 2014 года. За окном революция, за окном война. Что будет со страной, что будет с моей семьей. И я вдруг понял, что не готов к сессии, не могу учиться после Майдана. Это очень тяжело было. И я подумал, что я, наверное, закончу этот проект. Не все проекты успешные, поэтому можно себе позволить и закончить этот проект. Для того, чтобы его закончить, необходимо было написать заявление. И я пришел к Ярославе Михайловне Столярчук, которая тогда руководила как раз факультетом. В кабинете было немножко темно. Мы сидели. Она молчала. Я рассказывал, почему я не могу дальше учиться. То, что мне мешает. Почему я принял такое решение. Она молчит. Ну, я дальше рассказываю. И вот момент того, как я рассказываю, рассказываю, рассказываю. Из меня это все выходит, выходит, выходит. А она сидит и молчит. А потом в конце говорит «А-а». И я так сижу, говорю «Ну, хорошо, да». Встал и потом пошел дальше продолжать. И закончил, сделал диплом. Спасибо огромное ей. Потому что вот этот профессионализм меня поразил. Она просто знала, чем это закончится. Благодаря тому опыту, который у нее был, она дала мне выговориться. Не стала со мной спорить. Просто сказала «А-а». И все. И вот это мне очень сильно помогло. И вот именно такое яркое воспоминание врезалось, наверное, на всю мою жизнь. Я бы немного хотел изменить вопрос или даже свой ответ. Потому что знания, которые нам давали преподаватели, помогали их получать, навыки, которые они у нас воспитывали, они не имеют стоимости, если ты их не используешь. Вот только благодаря тому, что у меня получилось пробовать все те подходы, все те новые знания, пытаться применить внутри компании, я получал какой-то результат. И мог потом их обговорить как с преподавателями, так и со своими коллегами внутри группы. Вот я считаю, что это был наилучший рецепт использования знаний. И вот то, что мы пробовали реализовывать на практике, вот эти знания, оно как раз и принесло необходимый эффект, необходимый результат, как для меня лично, так и для развития моего бизнеса. Вот поэтому я хотел бы от всей души выразить благодарность своим преподавателям, Ольге Щербине, Ирине Кулаге, Светлане Цимбалюк и Валентине Лавриненко за те знания, за те дискуссии, которые мы вели друг с другом. Спасибо огромное. Мои ближайшие планы на будущее в области бизнеса – это переход компании WNET, всего холдинга WNET, на проектную модель работы. Мы уже подросли, мы уже к этому готовы. Чуть-чуть более отдаленные планы – это запуск новых продуктов в области IT, что не характерно для нашей компании, которая традиционно работает на телеком в рынке. И еще более отдаленные планы – это выход на рынки Соединенных Штатов в предоставлении услуг в сфере B2B и B2C. Что касается сотрудничества с КНЕО, каких-то конкретных планов на сегодня нет, но мы всегда готовы к любому сотрудничеству, любому предложению. И, возможно, в начале учебного года мы что-то и сделаем совместно. Я посоветую, во-первых, четко принять решение, потому что поступление – это важный шаг. И еще раз повторюсь, нельзя заготовить знания впрок. То есть если вам нужны действительно новые знания, то этот проект имеет смысл, потому что легко не будет. Это мой личный опыт. Ну и небольшой совет – слушайте, думайте, делайте, обсуждайте с коллегами, с преподавателями полученные результаты. Какие бы они ни были, не переживайте за их качество сейчас на стадии обучения. Это поможет вам по-новому взглянуть на тот бизнес, в котором вы работаете, и, возможно, даже сменить сферу. Не бойтесь этого. Просто пробуйте что-то новое и получайте удовольствие от жизни. Я бы пожелал больше студентов, больше практических кейсов, больше лидеров мнений, которые посещают и преподают у вас, больше практики, потому что сухая теория, она во многих случаях очень полезна, но мир настолько быстро меняется, и вы сами нам об этом говорили. Поэтому больше практики, больше обратной связи, больше интерактива. Ну и успехов хочу пожелать от всей души. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!